Так, смотрите внимательно. Значит, это откуда берутся уровни. Посмотрите внимательно. Вот уровни приходят на горизонтальные объемы. Если вы посмотрите каждую картинку, посмотрите внимательно, сейчас я вам покажу, то вы посмотрите, откуда берутся уровни. Видите? То есть это профили горизонтальных объемов. Это то, что нельзя придумать, да, если кто-то дает какую-то информацию, которую можно где-то что-то придумать, то вы поймете одну вещь. Видите? Это профиль горизонтального объема. То есть это то место, где падают объемы. Видите? Перед уровнями всегда объемы падают, потому что никто не хочет быть первым. А теперь посмотрите, где самые большие объемы. Самые большие объемы всегда внутри канала. То есть внутри канала то, что я всегда говорю, это, кстати, в книжке есть. Внутри канала всегда крупный игрок, всегда набирает позицию. Видите, у границ канала, у границ канала. Если нет сильного накопления, эти уровни очень тяжело пробить. И вот я вам сейчас показываю примеры, просто элементарные примеры. Вот посмотрите, по биткоину и по любым другим инструментам. Вот вы видите, где находятся границы профиля. То есть самые большие объемы всегда внутри канала, самые маленькие объемы всегда у границ канала. Поэтому, если вам кто-то что-то начинает рассказывать, какую-то стратегию, вы всегда будете понимать, откуда берутся уровни. То есть уровни – это не то, что придумал там Александр Герчик, а уровни – это то, что имеет доказательную базу.